В Баку начал работу экономический форум 2023 – специальной программы ООН для экономик Центральной Азии на тему преобразования региона СПЕКа в центр соединяемости с глобальным охватом. Перед участниками поставлена цель превращения региона СПЕКа в глобальный коммуникационный хаб, а саму спецпрограмму – в стратегическую платформу. При этом товарооборот между Азербайджаном и странами СПЕКа растёт. Об этом сказал министр экономики Микаил Джабаров. Товарооборот между Азербайджаном и странами СПЕКа увеличился примерно в 3,6 раза и составил 1,3 млрд долларов в 2022 году. За первые 9 месяцев этого года товарооборот составил 1,2 млрд долларов, что означает рост примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение товарооборота – это ещё одно свидетельство наличия потенциала для будущего сотрудничества. Поскольку мы продолжаем углублять наши торговые отношения с соответствующими странами, мы также должны признать необходимость расширения связи и развития инфраструктуры. Это включает упрощение таможенных процедур, снижение торговых барьеров, разминирование и трансграничные перевозки, а также унификацию политических процедур. СПЕКа фокусируется на продвижении регионального сотрудничества, отметил министр. Азербайджан служит торговым хабом между Востоком и Западом для других стран программы. Именно поэтому Баку ориентируется на трансграничное сотрудничество. Микаэл Джапаров также отметил, что член СПЕКа активно действует на освобожденных территориях страны. Мы успешно наладили сотрудничество со многими странами в рамках нашей приверженности приоритетам устойчивого урегулирования и экономической реинтеграции на недавно освобожденных территориях. Внимание по-прежнему сосредоточено на создании необходимой социально-экономической инфраструктуры, ускорении восстановления экономики и расширении транспортных возможностей. Одновременно мы стремимся к комплексной трансформации поселений в соответствии с инновационными концепциями умных деревень и умных городов. Эти работы продвигаются быстрыми темпами. В свою очередь, вице-министр экономики Казахстана Абзал Абдикаримов заявил, что его страна постоянно и решительно поддерживает специальную программу ООН для экономик Центральной Азии. По его словам, Казахстан предложил укрепить единый принцип ООН и наладить успешное сотрудничество, поскольку страны региона имеют общую геополитическую историю и у них схожие взгляды на достижение целей устойчивого развития. Мы можем увидеть программу ООН. В ходе экономического форума отмечено, что все технические барьеры между странами спека должны быть устранены. По словам посла Кыргызстана в офисе ООН в Женеве Омера Султанова, страны спека должны развивать мультимодальные и транзитные перевозки и обеспечить гармонизацию транспортных правил. Доступ рынков стран спека к рынкам Турции, Ближнего Востока и стран Евросоюза должен взаимно быстро расширяться. В этом большое значение имеет устранение административных препятствий на границах, что обеспечит стабильные взаимные отношения между странами в торговле, экономике и транспорте. Более того, одним из основных аспектов сотрудничества являются торговые отношения в регионе спека. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, мы стремимся сократить транспортные расходы и расстояния. Спека позволит нам быстрее интегрироваться в глобальную цепочку поставок. Транспортные вопросы играют важную роль в развитии нашего региона. Благодаря спеку развивается инфраструктура, улучшаются транспортные связи, диверсифицируются маршруты. В целом, за последние годы доля стран, охваченных специальной программой ООН для экономик Центральной Азии, в мировой экономике увеличилась более чем в три раза. На форуме также обсуждаются цифровая трансформация и обмен документами в цепочке поставок, транспортные соединения, развитие зеленой энергетики в регионе спека, а также растущая значимость среднего коридора на фоне новых вызовов.